пацаны сегодня будет обзор самого крутого магаза в питере у нас заказик здесь рисуем пришли с плакендосом сейчас будем тариться сделать обзор продукции смотреть чего у них новое есть и вообще просто познакомимся все вот мы зашли тут граффити маркет как это площадь восстание называется здесь он пока кричит чувак продавец там занят покупателями сразу посмотрим что у нас тут есть конечно удивительно много краски но я знаю граффити маркет это основной поставщик краски вообще во все магазины всей россии из более 100 магазинов наверное у них покупают не удивительно что у них такое большое количество сразу с первого взгляда вижу что очень много флэма артона и молота поставщиком они являются этой фирмы вот обзор дешевая краска еще в 2000 рисовали только у них почему-то цена даже дороже чем у нас просто другая упаковка не чуть-чуть отличаются мама пришла с покупок с такой большой колясочкой вот боялся вот такой купить принт потому что он слишком плотно наверняка потрескать вот тут тоже такой раритет нашел олдскульный urban roots шестая версия я что-то даже ни разу не видел этот выпуск молодое поколение особенно интересно вот этого смотреть что там бликует на камеру макс 13 персонажиков таких сумасшедших рисуют необычных город иваново казик создатель журнала urban roots это короче стан пацанчик мы с ним пересекались на фестивале граффити в павлово 2019 2020 году или в 2018 просто короче говорит что перестал выпускать такие журналы потому что короче подустал это очень плохо люди шлют свои работы типа день вернется к этому у нас кстати выпуск про милан тоже мы расскажем журнал там с чуваком я брал у него интервью короче он выпускает журнал уже там 10 лет подряд 2000 ноги переставал сейчас обратно вернулась культура создания журналов короче но отдельный выпуск сделан про это раску тоже один из самых известных графичек старые молодежь в италии был тоже знает известный чувак надеемся когда-нибудь сделаем коллаборации труба трубу все знают ну я конечно по привычке по своей просто артом беру даже не буду основные возьму артона потом какие-то новиночки возьму которую нету в нашем магазине так мне надо один смуте короче по номерам их не знаю знаю только по названию это розовый темно-розовый 1 джулик это вот темнее еще один парадайз это светлее розовый короче на опыте уже все названия знаю на язык скоро будем молотов изучать blue sky синий обычный средний но ты чё сам то рисуешь чё рисуешь но он шрифты на цваду или так персонажа что еще не показать вот такие это твоя футболочка принтилил прямая печать вот я что-то тут хотел девяносто четверку взять для своего заказа это такой кожный оттенок давай короче помоги мне подобрать мне вот нужен вот девяносто четыре то но браун это короче вот типа чуть-чуть вот такой только более розовый более розовый может быть и подскажешь какой-нибудь баллон ну-ка расскажи нам про баллончики про flame blue как низкое давление высокое давление чисто порисовать по хулиганить низкая пройдухи влить сделать какой еще flame еще еще какие то есть на flame пользовался когда-нибудь флэм бустером но я призналась слишком опасно да в питере рисует закрытел да не слишком маленький мало хватает понял понял ладно давай тогда flame blue ну реально просто тут что-то нету таких оттенков а вон и вижу он вот не после до последнего и короче что надо чтобы ты посоветовал тоже низкого давления что-то типа асфальта типа артоновского асфальта прям чтобы даем хочется такой же цвет что угол светлее да будет чуть-чуть или хотя кстати вот непонятно краска она все равно чуть-чуть отличается от крышечка ну что может взять вот это чисто на персонажи как типа мелких а вот это остальное ладно возьмем как раз поснимаем обзор обзорчик это очень черный не грейт а вот антроцит грейт дерг все вот возьмем вот такой на пробу нашем магазине представлено это граффити маркете обширная палитра flame blue low pressure ладно возьмем короче мол на пробу тоже попробуем на обзорчик и то есть что теперь расскажи немножко себе как ты теги еще где рисуешь с такой командой команд полито особо не буду на заброгах цены иногда вытаскивают город когда открылся магазин я вообще новый работник уже не вторая смена пошла прошлом неделю работал и сейчас три дня сразу на обзорчик а вот теперь давай отрабатываю чтобы то расскажите что чаще берут у вас здесь петель это пацаны какие основные покупатели у вас вообще часто мы его даже не выставляем его сразу скупают весь короче в питере точно так же как и в челябинске любят бюджетную краску по бомбить хрома нету оформители заходят вам вообще пацаны покупают что есть показать это чё за раз что ли прямо такой заказы на и чё пацаны не рассказывают ну чё это очень захотел он какой-то клуб поедет уже поехал сейчас еще раз еще добивает ночной клуб видимо да расскажи еще какие маркера у вас чаще всего берут просто чё нему так хотя бы слугу любую часть все берут в оттал сити и ну и дрипперы дрипперы тоже очень часто берут что сам когда-нибудь пользовался дрипперами да не дрипперы меня да я сам себя мучил раньше из чего дел а и короче из лака для ногтей и тряпки ну вот такие я люблю он открывается понял понял так еще тоже вижу тут какая-то продукция которая ни разу в жизни не видел вот это one take oil и какая-то краска для разметки недавно мне пришло на e-mail что типа появилась вот это pvp и вот это сразу тут обнаружил проблему вот это вообще самая большая проблема пацаны вам советую если вы обнаруживаете вот такие штуки это значит у него начал давление выходить через этот может быть отклей пистолет не это это вот этот шов отсюда выходит и у него уже давлением меньше короче чему целого потихонечку уходит у нас несколько баллонов лак от артона вот таких еще хуже помогать за почему-то пахнет сильно они просто потихонечку выходит выходит отсюда сильно пахнет буду знать просто у нас на болт они тоже некоторые крышки заклеены сверху именно потому что они трещат и они может быть пистолетом может быть тоже вот он take oil но стопудово то что широкая что тут написано тут особо не говорит какие-то преимущества ничего high pressure high coverage и короче без бензина какого-то типа блин ну короче видимо без каких-то вредных веществ и порисуйте без респиратора пацаны это что такое просто монстр кто-то как монстр а кто-то кто борется с этим типа у него то есть короче кто-то баффет монстров а кто-то постоянно нарисует ну это вечная дилемма пацанов особенно здесь питере постоянно все закрашивают по-моему здесь наверно два дня не проходит до как бомбик и закрашивают но на крышах тогда поэтому помедленную загружу которые на проспекты до выходит на основе мысли тележка но тоже не для разметки это же для тегинга ну блин вот это к сожалению не смогу брать все для обзора потому что нам потом лететь в челябинске не смогу жалко конечно куплю потом все понял понял что еще расскажешь молотова у вас вообще представлена здесь еще вот прикольный кроссов светится в темноте хочу со скидкой типа 1350 или но я вот таким уже пользовался кого так то но сразу скажу не сильно светится но там надо приноровиться на и жидкая еще короче или или короче тяжело короче стеллажек молотов вижу тоже полностью укомплектован это большой как он skyline называется тройной и новые видимо стеллажек уже с этими до продукции кавер сал ты вообще пользуешься такой краской как по отзывам то пацаны ну транспарента понятно нам надо это чисто для супер художников не пропуска как раз таки ты типа прямо в бомбах своих используешь спокойно можно рассказать вот это золото очень хвалю кроет хорошо за очень хорошо расход конечно не так же как chrome летит на одежду но все понял расскажи мы еще увидели вот тут такие такую коробочку с копами по 20 рублей это что такое русские старые кэпы но они вот только к тем банкам подходят только потому что у них вот это только для абра да типа для тонкого короче смысле у вас тут есть абра которые другие насадочки что ли вот это вообще ускульно вот мы раньше такими рисовали старый от них болит палец короче вообще просто офигевают вот эти мышцы долго такими не покрасишь самая богатая в разнообразие кэпов даже уже редкость наших краях это вот монтановские кэпы ну-ка достанет третий третий вот этот эти куплю тоже да здесь получается единственно не хватает супер светло зеленого супер скинни от монтана вообще идеальные кэпу вот этот вообще не убиваем и никогда не засоряется самый крутой так что пацаны покупайте здесь пока он есть наличие тоже видите тут падки просто на редкие короче товары потому что я знаю что но они уже ушли из рынка вот монтана кэнс тоже офигенная ломанами показать можно покажу еще не сильно же скишь и так зовут лоер старый чисто полетающая тарелка купили где-то на 8 500 красочки только еще небольшую скидочку сделали там у пацанов карту попросили если вам нравится такой формат ставьте побольше лайков пишите побольше комментариев нравится ли вам граффити маркет или больше нравится все-таки стрит-арт-шоп изменения если вам нравится ну мы 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 Продолжение следует...